Вы слушаете подкаст A Taste of Russian, выпуск номер 382, импровизация или план? Привет, друзья! По традиции мы открываем новый месяц бесплатным выпуском. Подписаться на еженедельные выпуски и поддержать наш проект можно на сайте torpod.com Сегодня мы с вами поговорим о планировании, о людях, которым удается что-то продумывать заранее, людях, у которых предусмотреть все варианты не выходит, и о том, к чему приводит отказ от планирования. Тема интересная. Думаем, каждый с ней так или иначе сталкивался и задумывался об этом. В той или иной степени планы мы составляем всегда. Например, когда мы просыпаемся утром, и дома нечего есть. Приходится придумывать, что приготовить на завтрак. Может, это будет яичница, может, макароны. Не исключено, что мы просто планируем выпить чашку кофе и купить булочку по дороге на работу. И только после того, как мы что-то придумали, мы начинаем это делать. Итак, планируют все. Разница между людьми заключается только во временном периоде, на который составляется план. По-научному это называется горизонт планирования. У некоторых людей план есть только на день, на месяц максимум. А некоторые с самого детства знают, кем они будут, что купят и что для этого надо. Таким людям я всегда завидовал. Иногда это дети из семьи медиков, которые всегда знали, что тоже будут медиками. Или дети из семьи юристов, которые целенаправленно идут к тому, чтобы стать прокурором или судьей. Нельзя сказать, что те, кто планируют, всегда успешнее тех, кто действует спонтанно. Этим словом в русском языке обозначают неподготовленное, случайное действие. Например, я вышел из дома и совершенно спонтанно купил шоколадку. То есть, человек покупать шоколадку не планировал, но ему внезапно захотелось шоколада и он совершил покупку. Слово импровизация имеет тот же смысл, что и спонтанность, случайность. Импровизация является противоположностью планированию. Импровизацию чаще можно встретить в современной музыке. К примеру, джазовые музыканты, как правило, очень хорошо импровизируют. То есть, придумывают музыкальные фразы на ходу, сразу, спонтанно. Итак, планирование. Не всегда шаг к успеху. Важна еще возможность выполнить свои планы. Планы должны быть реальными. Например, можно запланировать захватить нашу планету. Но если вы обычный человек, рано или поздно все пойдет не по плану и вас надолго закроют в психиатрической клинике. Нужно оценивать свои силы и стартовые условия. Но в целом лучше представлять результат и те действия, которые помогут вам его достичь. Все серьезное в этом мире делается по плану. Мосты, дома, военные операции. А ваша жизнь лично для вас не менее важна, чем какой-то мост, скажем, в Китае. Поэтому призываем вас планы строить и непременно их выполнять. Но должен же быть какой-то недостаток такого поведения. Если бы у спонтанного поведения не было никаких преимуществ, все люди давно ходили бы с ежедневниками, занося в них свои действия и планы чуть ли не каждую минуту. А недостаток только один, но серьезный и довольно-таки значимый для того, чтобы порой делать то, что хочется прямо сейчас. Это удовольствие от жизни. Правда, удовольствие это имеет обычно кратковременный характер. Но если отказываться от таких действий совсем, жизнь рано или поздно покажется бессмысленной и грустной. Планирование, в числе прочего, подразумевает отказ от чего-то быстрого и недолговечного в пользу чего-то солидного, основательного, глобального. Например, вы отказываетесь от пятничных походов с друзьями после работы в бар на полгода, а потом на сэкономленные деньги покупаете телевизор. Так вы будете радоваться телевизору, но перед этим придется пострадать без встреч с друзьями. В нашей истории один из приятелей недавно отдохнул в теплых странах, а второй ему завидует. Давайте послушаем, чем все закончилось. Итак, поехали! Привет, Мишка! А что это ты загорелый такой? Никак с югов вернулся? Да, занесла нелегкая. Как-то спонтанно получилось. Горящая путевка продавалась. Кто поедет в декабре отдыхать? Ну, мы с Катей посовещались и решили рвануть. Во вторник решили, в пятницу уже в терминале сидели, вылеты ждали. А много ли сэкономить получилось? Или так? Куром на смех. Ты знаешь, Макс, прилично. Процентов 60. На две недели в Таиланд, а отдых совсем по карману не ударил. Вот круто! Завидую! И на работе отпустили без проблем и тебя, и Катю? Как тебе подфартило с руководством? И Катя тоже. Так мы сами себе хозяева. Я фрилансер, проект завершил, бабки получил и свободен, как ветер в поле. Катька тоже копирайтер, сегодня заказ взяла, завтра нет. А хату свою не думаете брать? Как бы пора уже, дети, все дела. Да знаешь, как-то не получается. То одно, то другое. Деньги расходятся. А у тебя как дела? Ипотеку отдал? Через пару месяцев закрою и сразу новую квартиру возьму, четырехкомнатную, на этапе котлована. У меня все рассчитано уже. Думаю, потяну. Правда, в отпуске был, черт знает когда. Ну ничего, на том свете отдохнем. И все-таки завидую тебе. Вот так взять и сорваться. Да вот не знаю, кто кому завидовать должен. Отдыхаю, когда хочу. Зато в 30 лет без своего угла. Да не переживай. Но если что, могу в своей конторе за тебя словечко замолвить. Возьмут тебя на постоянку. Так и будущее можно начинать планировать. Слово «юга» во множественном числе является, строго говоря, неправильным. Стороны света имеются только в единственном числе и в большинстве европейских языков север, юг, запад и восток используются только с определенным артиклем. Однако в разговорной речи словом «юга» обозначают некие южные земли, где обычно отдыхают. А словом «севера» обозначают северные регионы России, где наоборот работают. Отметим, что «юга» не обязательно ограничены какой-то одной территорией, страной. В нашем случае Миша с Катей отдохнули в Таиланде, далекой и южной по отношению к России стране. Миша шутит, что на «юга» его занесла нелегкая. Так обычно говорят, когда жалуются на судьбу, на неудачное стечение обстоятельств. Но в нашем случае обстоятельства явно удачные. Михаилу удалось отдохнуть по горящей путевке. Так называют туристический тур, который продается со значительной скидкой, то есть заметно дешевле, чем раньше. Скидки объясняются тем, что туристическая фирма покупает сразу много мест в отелях, билетов на самолет. Даже если они не смогли перепродать эти места, своих денег они уже не вернут. Поэтому операторы пытаются вернуть хотя бы часть денег, продавая путевки дешево. Но обычный гражданин такими ценами воспользоваться может очень редко. Все потому, что люди планируют отдых и покупают путевки заранее. А значит, за их полную цену. Потому что сорваться или рвануть в отпуск быстро могут позволить себе очень немногие. Оба этих разговорных слова обозначают неожиданное, незапланированное путешествие, отъезд без долгой подготовки. Судя по рассказу Миши, они со своей девушкой или женой Катей собрались и уехали за три дня. Потому что решили отдохнуть они во вторник, а в пятницу уже сидели в терминале. Так называются здания в аэропорту, откуда осуществляется отправка пассажиров. В пятницу они ждали вылета. Мы выделили это слово, чтобы обратить ваше внимание на обозначение отправления разного транспорта в русском языке. Когда мы путешествуем на самолете, мы начинаем путешествие с вылета, а заканчиваем посадкой или прибытием. Если мы путешествуем поездом или автобусом, то начало поездки – это отправление. А когда мы достигаем точки назначения – это прибытие. Например, завтра уезжаю в Петербург. Отправление поезда в 21.15. Прибытие послезавтра в 6.23. Фразой «куром насмех» обозначают небольшое количество чего-либо, обычно денег. Например, «Мне премию начислили за квартал. Думал, много будет, а там всего 10 тысяч. Куром насмех». В нашем случае Максим интересуется у Миши, много ли получилось сэкономить на покупке горящей путевки. Слово «прилично» в нашем случае означает «много». Экономия составила, по словам Михаила, 60%. То есть, цена оказалась ниже более чем в два раза. Поэтому отдых не ударил по карману. Другими словами, траты оказались незначительными. Еще пример использования. Недавно я купил старую машину Ауди. Ее содержание больно бьет по карману. Максим завидует Мише и говорит, что тому подфартило с руководством. То есть, повезло с начальником. Потому что сложно представить себе такую работу, где начальник без проблем отпускает вас в неожиданный отпуск. Может, где-то такие работы и существуют, но это большая редкость. Миша объясняет, почему у него так получилось с отдыхом. По его словам, он сам себе хозяин. То есть, у него нет руководства, он никому не подчиняется. Он является фрилансером, человеком без постоянной работы. Фрилансеры выполняют конкретную работу и получают за нее деньги. После этого следующую работу они ищут себе сами. Труд фрилансеров оплачивается несколько выше, потому что заказчику не надо платить налоги и взносы за постоянного сотрудника. Рабочая сила фрилансера используется только тогда, когда она нужна. В итоге это выгодно и работнику, и работодателю. По крайней мере, на первый взгляд. Негативными моментами для работника являются возможность обмана со стороны заказчика и отсутствие постоянного объема работ. Для заказчика рисками являются низкая степень ответственности фрилансера и возможная низкая квалификация, непрофессионализм. Как правило, работы, которые выполняют фрилансеры, являются в какой-то степени творческими. Человек должен быть способен выполнять их в одиночку и легко продемонстрировать результаты своего труда. Девушка Михаила по имени Катя тоже фрилансер. Она трудится копирайтером, то есть она пишет за деньги тексты на заданную тему. Мише нравится его работа, ведь после того, как он получает бабки, то есть деньги в переводе с разговорного, он свободен, как ветер в поле. То есть он совершенно свободен. В итоге и он, и Катя работают по свободному графику, поэтому они и могут собраться в отпуск за три дня. Макс интересуется, не хотят ли они взять, то есть купить хату. Хатой в прямом смысле называют сельский дом, как правило, с печкой. В данном смысле слово преимущественно используется на Украине и в Белоруссии. А в разговорной речи хата – очень распространенное слово также для обозначения квартиры. Мы узнаем, что у Миши нет своего жилья. И это очень характерный момент. У тех, кто привык много отдыхать и отдыхать тогда, когда хочется, часто все не очень благополучно с материальной стороной жизни. Михаил говорит, что купить квартиру не получается, потому что деньги расходятся. Это слово используют, когда некие вещи или предметы, в нашем случае деньги, быстро заканчиваются. Другой пример. Недавно только купил пачку бумаги для принтера. Думал, на год хватит. А она за три месяца разошлась. Максим же собирается покупать следующую квартиру, причем четырехкомнатную, на этапе котлована. Котлованом называют большую яму. Например, яму под фундамент жилого дома. Купить квартиру на этапе котлована – значит купить ее тогда, когда самого дома еще нет, а есть только яма под него. Сам дом появится только через пару лет. Но если купить квартиру сейчас, она будет значительно дешевле. Риск в том, что дом могут по разным причинам не построить никогда. По мнению Макса, такие расходы он должен потянуть. То есть, он будет иметь возможность платить кредит за эту квартиру. У него хватит денег. Видимо, он давно уже запланировал приобретение такого жилья и запланировал свой бюджет, свои доходы и расходы. Таким образом, Максим получит хорошую квартиру. Правда, он мало отдыхает и в отпуске был «черт знает когда». То есть, неизвестно когда, он не помнит этого. Но Макс сильно по этому поводу переживает и шутит, что отдохнет на том свете. То есть, после смерти. Иными словами, в отпуск Максим не ходил и пока не собирается. Потому что у него есть цель, и он планирует ее достичь. А вот уже потом, после переезда в новую квартиру, можно будет и отдохнуть. Тут пришел черед завидовать уже Миши. Потому что ему уже 30 лет, а своего угла, то есть своей квартиры, у него все еще нет. Это не так уж и ненормально. Но в среднем, те, кто ставит себе целью приобретения своего жилья, к 30 годам, как правило, находят работу с зарплатой, которую хватает на выплату ипотеки. Михаил же таких целей, видимо, не ставит. Он больше любит отдыхать в Таиланде за полцены. Максим призывает друга не переживать и обещает замолвить за него словечка в своей фирме. То есть, дать ему хорошие рекомендации. Это серьезная помощь при трудоустройстве. Незнакомых людей берут на работу менее охотно, чем тех, кого порекомендовали, посоветовали уважаемые люди. И, возможно, Миша удастся устроиться на работу на постоянку. Другими словами, на постоянной основе. Он перестанет быть фрилансером и получит постоянный и предсказуемый заработок. По мнению Макса, только после этого можно начинать планировать собственную жизнь. Как мы видим, кто-то хорошо отдыхает, а кто-то много работает и в результате этого много имеет. Желаем вам сочетать эти типы поведения в идеальной пропорции, чтобы и на отдых хватало. И на полезные вещи типа собственного жилья деньги оставались. А на сегодня все. Присылайте свои вопросы и пожелания на почту tasteofrussian.gmail.com. Текстовую версию выпуска вы найдете на сайте torpod.com. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok